Доброе утро, дорогие друзья! С вами встречает этот день Павел Михно. И сегодня я спешу порадовать вас самыми интересными новостями. Это программа Фрэш-новости. Мы начинаем. 19 градусов и ясная погода ожидаются сегодня на Гомельщине. Ветер будет южного направления скоростью до 4 метров в секунду. Между прочим, сегодняшний день может стать самым теплым за все время наблюдений. Пока Пальму первенства удерживает 1979 год. Тогда температура воздуха поднялась до 18,7 градусов Цельсия. Не менее удивил 1976 год, когда столбик термометра опустился до минус 6,8 градусов Цельсия. В Полесском заповеднике нашли боевой танк. Эта находка стала результатом поисковой работы специалистов Белорусского музея истории Великой Отечественной войны, которая проводилась несколько лет. Наконец, поисковики получили долгожданный результат. На территории Полесского радиационно-экологического заповедника обнаружен боевой танк Красной Армии в удовлетворительном состоянии. Для сбора средств на подъем и реставрацию танка открыт благотворительный счет. В Гомеле в октябре проходят информационно-образовательные акции по профилактике болезней системы кровообращения. Уже завтра медработники ждут вас с 14 до 16 часов в магазине Доброновым по адресу улица Советская, 97. Всем желающим специалисты измерят артериальное давление и дадут индивидуальные консультации по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, здоровому питанию и достаточной двигательной активности. Кроме того, можно будет рассчитать индекс массы тела и научиться правильно измерять давление самостоятельно. В Гомеле пройдет первый большой турнир по виртуальному боксу. Чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо предварительно зарегистрироваться. Бой будет проходить до победы одного из участников, то есть до нокаута или по окончанию 12 раундов. Чемпионат состоится 26 октября. Все подробности ищите в соцсетях. Выставка «829 дней» открылась во дворце Румянцевых и Паскевичей. Она приурочена к 75-летию освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается 26 ноября. В основе экспозиции, повествующей о днях оккупации, документальные источники из фондов музея, фотоматериалы и документы из частных коллекций. Гости выставки смогут увидеть, каким был Гомель во время оккупации, как воля к жизни и смекалка позволяли людям выжить. Прикоснуться к истории тех трагических событий можно будет до начала декабря. В Беларуси будут развивать инфраструктуру для зарядки электромобилей. В 2022 году в стране появится более 400 электрозарядных станций. Это предусмотрено программой создания государственной зарядной сети. Для электромобилей, утвержденные совмином. Как ожидается, количество зарядных станций к 2030 году превысит 1300. Министерство лесного хозяйства инициировало проведение акции «Чистый лес». Мероприятие состоится 20 октября. Главной целью акции является привлечение внимания общества к необходимости бережного отношения к лесу, основному природному ресурсу Беларуси. Сегодня по-прежнему остаются актуальные проблемы несанкционированных свалок-отходов. В связи с этим Миннес-Хоз призывает всех неравнодушных беларусов принять участие в акции, внеся свою посильную помощь в благоустройстве лесной территории. Отмечается, что принять участие в мероприятии может любой желающий. Для этого достаточно обратиться в любое лесничество. Организация и министерство обеспечат участников «Чистого леса» необходимым инвентарем. Передвижной особняк-остров скоро построят для миллиардеров. Внешняя концепция чем-то похожа на нефтяную платформу. По замыслу разработчиков, это будет настоящий сказочный курорт с пляжем, джунглями, искусственным водопадом и бассейном. А на высоте 80 метров над уровнем моря будет расположен пентхаус. Зона для барбекю, массажный кабинет, салон красоты, подводный ресторан и джакузи с прозрачным полом. Это далеко не все сюрпризы. Если среди гостей будут любители острых ощущений, они могут спуститься на специальном лифте прямо в зону кормления акул. Кроме того, плавучий особняк может передвигаться по воде, разгоняясь до 15 км в час. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во время процесса зарождения любопытства отдельные участки полушарии работали настолько активно, что это провоцировало большой уровень стресса и сбой гормональной системы. Кроме того, общие показатели здоровья любопытных людей намного ниже, чем у тех, кто вообще ничем не интересуется. Спокойные и уравновешенные люди крепко спят, не имеют склонности к развитию депрессии и других шизоидных отклонений. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Китае удалось вырастить генно-модифицированные розы синего цвета. На протяжении долгого времени для ученых это была непосильная задача. Добиться желаемого результата китайские генетики смогли при помощи созданных бактерий, которые выделяют тени-пигмент. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ученые в Мьянме наткнулись на янтарь, в котором обнаружили тело улитки возрастом 99 миллионов лет. Рядом с ней был панцирь от второй улитки, однако он сохранился менее удачно. Данная находка считается весьма важной для научного мира, ведь ранее никому не удавалось обнаружить целый организм. Обнаруженная улитка старше на 70 миллионов, чем предыдущие найденные образцы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эксперты модельного бизнеса признали сербку Жаклин самой красивой бабушкой в мире, женщине 48 лет. Она много путешествует и постоянно меняет страны проживания. Жаклин ведет активный образ жизни и постоянно стремится к лучшему. Уроженка Белграда в настоящий момент живет в Италии и активно пользуется социальными сетями, где за ее жизнью следят сотни тысяч подписчиков. Жаклин владеет собственной компанией. Также известно, что у нее есть 29-летняя дочь и внуки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ученые в течение нескольких лет пытались определить, как собаки выбирают жертву для нападения. Оказывается, больше всего подвержены нападениям животных тех, кто их боится. Неуверенная походка, потоотделение и триммер конечностей может заставить собаку напасть на такого человека. Исследователи привлекли к эксперименту 700 англичан и оценили их по уровню эмоциональной стабильности. Далее испытуемых спросили, подвергались ли они нападениям собак. Эксперты установили, что чем более высокая оценка эмоциональной устойчивости человека, тем ниже риск нападения на него собак. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как живут женщины на селе? Именно на такую тему пойдет сегодня разговор в программе «Добрый вечер, Гомель». Включайте сегодня телеканал «Беларусь 4 Гомель» в 20.25 и присоединяйтесь к эфиру. Телефон в студии 342-243. Также ищите нашу группу «Добрый вечер, Гомель» ВКонтакте и присоединяйтесь к нам в Вайбер по телефону плюс 375-33-34-22-430. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я, Павел Михно, желаю вам продуктивного дня. И помните, если вы хотите, чтобы жизнь вам улыбалась, подарите ей сначала хорошее настроение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...